всем привет с вами александр сольцев и это московские новости недели в москве погода опять испортилась опять у нас дождь ну обещали похолодание вот и она ну а у меня на этой неделе выдалось три свободных дня это вообще редко случается и тут еще и совпало так что у нас с женой обоих детей ну то есть одного в лагерь отправили другого бабушки забрали зад решено было закрыть срочно не когда-то открыть незакрытый гештальт и посетить музей шагала в витебске ну что тут ехать раз там полторы тысячи километров туда вокруг кругом съездить нам-то не крюк съездили посмотрели беларусь граница открыта паспорт только проверяют и езжай дальше карты мир принимают карту белорусскую я не сделал хотя можно было бы в принципе но зато посетил музей шагала погулял по волшебному витебску и вообще очень рекомендую если вам вот хочется куда-то спонтанно сорваться витебск полоцк но еще там псковской области по озеру алоль на сапах походили но и к московским новостям а да у нас у нас же так и не вышел терский берег на этой неделе там возникли технические сложности но мы всех преодолели сеть выпустили для спонсоров на бусти можно подписаться и на бусти я же еще делаю такие слайд-шоу рассказы просто ну как банки субъективные но просто вот куда поехать посоветовать как вот не связанный с москвой так что если поддерживаете на постоянной основе не забывайте заходить туда ну а на следующей неделе все точно железно выходит на стерский берег красивейшие съемки красивейшая природа удивительные достопримечательности в общем будет ждите тревожная новость пришла с арбата у нас апартаменты появятся в ресторане прага на арбате ну как не в самом ресторане конечно же а в помещениях и вот этого большого здания и вроде как говорят что сохранят оригинальный ресторан ну точнее как сохранится эта функция ресторана про кулинарию кстати советскую чет ничего не говорят уже видимо кулинарии у нас сгинула и все нет не поесть нам теперь тортов прага а вот больше что вызывает у нас тревогу но у меня в частности это то что ну во первых там как сообщает займется этим один из основателей пика ладно пик допустим строят они ну то что строят а реставрации надеюсь все таки сделают нормально но пик им бы не был бы пиком если бы как и сообщается так в между делом в сообщении что площадь здания увеличится на больше чем 6000 квадратных метров а причем полная площадь коммерческое здание составит 16000 то есть здание увеличится ну почти на треть где они откуда они возьмут эти помещения не очень пока понятно но будем надеяться что по крайней мере настраивать не будут может там в дворах что-то освоит еще что-то но будем наблюдать я вообще за ситуацией с прагой наблюдаю еще но последние наверное уже лет почти десять потому что как ее закрыли вот вместе с черкизовским рынком напомню что принадлежал это все группе а ст и тельману исмаилову вот когда вот черкизовский рынок начали закрывать и там всю компанию групп компании точнее а ст дербанить большого друга лужкова то закрыли прагу вот с тех пор вот вспомните когда черкизовский рынок последний раз про него что-то слышали вот с тех пор прага закрыта были недавно пару лет назад данные информация проходила что там вроде как собираются открыть что-то типа депо вот такой кластер для питания но вот на мы сейчас узнаем что ресторан все таки и апартаменты но прекрасные новости схитровки там начались реставрационные работы опять же на частные средства опять же я думаю за летом и сделаем какую-нибудь акцию поможем фонду и как называть артели вспомнить все там собрать деньги на реставрацию потому что там раскрыли вывески очень пока пока даже фотографии толком нет их там леса оставят и раз потихоньку раскрывать но судя по всему эти вывески они дореволюционные именно с того хитрого рынка и у нас получится вероятно очень что на хитровке возникнет еще одна новая достопримечательность и ночележка ярошенко станет еще более интересной и колоритной будем держать вас в курсе на следующей неделе еще я думаю там под снимем на обновление сделаем ну да откроют это все ну все лето будут реставрировать и видимо где-то в сентябре в октябре наверно я надеюсь и еще одна новость про наследие раз что-то мы пошли то у нас вышел новый точнее первый в этом году в июне выпуск журнала московское наследие полгода почти полгода получается он что-то там были сложности понятно не выходил все 5 то 5 10 но наконец вышел журнал это кто не знает это вообще один из лучших журналов москве который я все время читаю и ну и вот днем с огнем не отыщешь потому что он распространяется бесплатно это такой хороший глянец с лучшими там интервью реставраторов и прочее но при этом и он распространяется очень мало где но к счастью мозг горнаследия уже пару лет как вывешивает его в pdf то есть я поэтому чаще всего скачиваю в pdf его и уже не охочусь как раньше за собственно изданием скачайте и вы посмотрите просто шикарное издание ну и понятно архив можно здесь скачать то есть посылка будет в описании ну да у нас такая укороченная неделя понедельник был выходной и у нас мэр москвы сергей собянин в официальном канале сообщает нам поздравил жителей столицы с днем россии сегодня праздник нашей любимой страны мы гордимся ее вековыми традициями большой истории культурным и духовным наследием сказал нам сергей семенович собянин и пошел в макдональдс я не знаю зачем но его повели вот в новое открывшись мы не знаю пока кроме как макдональдс его как-то язык не поворачивается назвать макдак вот это название которое раскрыли только в самый последний момент вкусно так точно ай ну точнее вкусные . так вот вкусно так точно это видимо там видимо я не знаю это настолько удивительное название то есть видимо там работают гениальные маркетологи которые из всех вообще возможных названий выбрали самое 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 странное плохое которое все будут обсуждать и логотип наверно тоже по этому же принципу выбирали но ничего страшного не произошло все радостно заходят теперь ей и вкусы те же но там понятно меню немножко изменилось позиции некоторых нет но в целом и поставщики те же и булки те же в общем это те же булки только в профиль там же и логотип уже 10 раз обмусолили обсудили и даже нашли соответствие с каким-то португальским производителем кормов для животных но я думаю вы уже устали от этой темы поэтому перейдем к другой а другая новость у нас примерно такая же как про макдональдс видимо потому что икея заявила что все икея закрывается но при этом при этом сказали что ну как закрывается ну так ну типа вот икея на не открывается но мега остается работать то есть а я напомню что мега вот весь этот комплекс то есть все что вокруг икея это все и парковка и земля это это все принадлежит икея то есть ну или там в долгосрочной аренде находится а это как вы понимаете и в подмосковье и во многих других городах россии очень и очень такие хорошие крупные наделы просто даже по земле и по вот инфраструктуре который подходит к этой меге так что мега не закрывается икея ну начнет что-то по-другому делать самое интересное что заводы тоже не закрываются заводов никого не уволили но просто мол будем делать сейчас не может может под другими брендами что будет дальше видимо сейчас снова паузу какой-то взяли и там тоже работают не дураки и маркетологи хорошие поэтому сейчас скорее всего тоже что такое выкатит хотим работать но будем работать вот так и это потрясающе потрясающее возвращение у нас как это говорим одно делаем в реальности другое то есть внезапно у нас крупные иностранные компании научились вот этой вот старой русской традиции и но его такой традиции когда ну мы делаем мы пишем официально одно а подразумеваем на самом деле другое вот эту традиционно сказание которое в советское время Была еще там тоже, как бы, мы ставим одно, показываем там в кино одно, а на самом деле там любому советскому человеку понятно, что имеется в виду, мы на самом деле другое. Вот, и вот это вот, вот потрясающий момент, как этому за какой-то, за какие-то полгода обучились западные компании. Ну, еще одна грустная история, которая даже не связана, возможно, с текущими событиями. Музей культовых машин «Мост» после трех работы непосредственно в Крымском мосту закрывается. Закрывается из-за того, что там проблемы были, не договорились с арендатором, там что-то, ну, в общем, решили их выселить сами, там, сами те, кто там сдавал им в аренду. Жаль, если вы не успели посетить это место, ну, потеряли некоторую часть, такой слой некоторой московской культуры. Ну, а на этой же неделе, там же, напротив Крымского моста, в парке Горького прошел флешмоб, посвященный юбилею дню рождения Шарля Перро. Там вышли 150 красных шапочек, волки, станцевали, там балет Тодес, там было прочее. Ну, в общем, короче, все это произошло, это как промо-фильма, вот, который выйдет, вроде. Ну, какой-то фильм, я даже не знаю, видимо, по красной шапочке, очевидно. Ну, не знаю, посмотрим об этом комедия, сделали флешмоб и сделали. Самое интересное все тоже, что у нас стали флешмобами называть вообще любую промо-акцию, любую компанию, любое собрание людей, когда организованная какая-то. Потому что флешмоб, по идее, обычно наоборот, что-то такое спонтанное, неорганизованное, ну, или не выступление. Вот, тут меня интересует другой вопрос, что у нас внезапно вот эта красная шапочка, у нас красная шапочка вообще воспринимается, как вообще такое уже чуть ли не русское сказание. Французская сказка Шарля Перро, на которой выросло не одно поколение советских детей. Но меня каждый раз в свое время, точнее, шокировало, насколько эта история, она такая длинная была. И, ну, ради интереса, просто погуглите «жаводанский зверь». В 18 веке вот эта история живоданского зверя, который завелся на юге Франции, она совершенно нетривиальна. И до сих пор одна из больших загадок, что это было такое вообще, и что это за зверь такой нападал на людей. По-русски «жаводанский зверь», по-французски «la bête du javodan». Ну, в общем, кто читает на французском особенно, поинтересуйтесь, там столько всяких концентрологических теорий. А самое главное, что чучело этого живоданского зверя было уничтожено, ну, или утеряно во время французской революции. До сих пор уже мы можем строить только догадки. Достойно отдельной экранизации истории, почему-то в России про нее мало кто знает. А, собственно, с нее и начиналась красная шапочка. Мол, не ходи, девочка в лес, там какой-то страшный зверь живет. У держателей карт МИР появится новый способ оплаты без предъявления пластика. На смартфоне у клиента будет формироваться QR-код, который продавец читает на кассе и спишет деньги. Доступен этот сценарий платежа будет 25 октября, как обещают нам. Ну что, классно, карта МИР, в принципе, но, говорю, в Беларуси везде принимается уже все без проблем. В других странах я слышал, что тоже часть принимается. Ну, в общем, в телефоне будет оплата, ну и замечательно. Новости с Подмосковья. Госдума разрешит подмосковным властям эвакуировать машину на штрафстоянку без ГИБДД. Ну, в Подмосковье почти на 10 лет отстает от Москвы по бюрократии, по развитию, по всему, да и, в принципе, как там улицы выглядят. Но сильно впереди всей России. Так вот, самое интересное, что этот опыт, который сейчас будет вводить в Подмосковье, его надеются, и в Госдуме там выступал представитель Мосгордума, сказал, что вот мы проработаем сейчас все и, возможно, этот опыт экстраполируем на всю Россию. А что это значит? Что вот как в Москве, единственный, по сути, такой регион, именно Москва, город, где машину увозят, если ты не припарковался и не там, буквально, ну, за 5 минут могут увезти, легко. Вот вышел, то есть я сейчас до магазина добежать и прибегу обратно. Прибегаешь через 7 минут, 5-10 минут, машины уже нет, все, она на штрафстоянке. Потому что у нас Центр Организации Дорожного Движения имеет право без ГИБДД эвакуировать. То есть наделен этими полномочиями. То есть увидели, что неправильно, все, раз, два, три, и они еще, у них частично сдельная зарплата. Они заинтересованы, чтобы даже просто подкараулить и быстрее увезти. Поэтому пути движутся у нас в Подмосковье в ближайшее время. Ну и, судя по всему, машины на раз будут в крупных городах скоро, вот через несколько лет уже везде эвакуировать. Ездите по России, по Подмосковью, будьте просто аккуратны, потому что в Москве-то мы уже привыкли, что нельзя оставлять машину вот так вот под знаком или где-то вот просто по-быстрому сейчас бегать. А в других городах пока еще нет. Но в Подмосковье уже вот-вот. Ну и напоследок, я не знаю, у нас обычные новости зоопарка. Новостей из зоопарка что-то как-то нет. Можете на Манулу посмотреть. Вот Манул красиво ходит по своему вольеру. Символ московского зоопарка. Мимимишный котик. Замечательный. В общем, что еще сказать. Ходите в московский зоопарк. Ну и, конечно, куда пойти у нас в выходные? У нас, ну, во-первых, джазовый фестиваль по 19 июня у нас идет. У нас заканчивается 19 июня в Подмосковье, опять же, в Новом Иерусалиме замечательная выставка азбука шедевра. Там у нас Кандинский, Репин, Шишкин, ну и огромнейшая плеяда прекраснейших мастеров. Очень рекомендую в целом Новый Иерусалим. Ну, как комплекс музейный. И не только вот сам монастырь, а вот музейный комплекс. Шикарное место. То есть тоже к вопросу, куда вдруг вот спонтанно сорваться. Там и музей, и погулять красиво можно. Ну, а у нас выходные стримы. Во-первых, 10.30 в субботу. Мы по Меусам с вами погуляем. То есть это Тверские Емские, это Белорусское, это Депо. Это вот все, что вот нам в душе угодно. В общем, будем ходить, смотреть, наслаждаться. Ну и, конечно же, у нас в воскресенье. Я уже там буду в дороге немножко. И мы сейчас по спортивным мероприятиям ребенка уезжаем. Но в 19 часов не на нашем канале, а на другом канале. Будет стрим туризм на Руси и в Российской империи. То есть вот как вообще путешествовали с давних времен. И будем мы этот подкаст, точнее не подкаст, а стрим, вести с автором замечательного подкаста «Время и деньги» Андреем Аксеновым. Вот я в свое время нашел этот подкаст «Время и деньги». И потом еще «Закат империи» у них замечательный подкаст. Вообще это образцовые подкасты, которые я когда-либо слушал. То есть, по-моему, лучше по оформлению, по всему, как это сделано. Просто как сделано даже. Так вот, с Андреем Аксеновым, мне внезапно они написали, давайте с вами что-то совместно сделаем. Я говорю, все бросаю, бегу. Так вот, в 19 часов мы с ним поговорим об истоках туризма на Руси. Вот в 19 часов на канале «Либо-либо». Ну и, конечно, приходите на наши экскурсии. Все экскурсии и стримы мы проводим в поддержку нашего проекта. И 18 числа в 12 часов Алексей Дедушкин будет раз вас повозить по Тульской. Александр Иванов в субботу уже в 13 часов по Преображенскому. Это Петр Первый, Старая Абриация, Авангард. В общем, все. А по Тульской это вот там и Павел Первый, и Любовь и Голуби. В общем, ну тоже много чего. А в воскресенье в 13 часов Александр вас повозит по Авангарду от Красных Ворот. Я не буду вас мучить описанием этих экскурсий. Все у нас на сайте. Там же я прошу вас, приобретайте заранее билеты, чтобы на месте вот этой суеты не было. Ну а здесь я с вами прощаюсь. Сейчас я, ну буквально собираюсь и уезжаю в субботу дальше туда, во-первых, по спортивным предприятиям ребенка. Это старшей дочери. И буду в районе то Домбая, то Кисловодска, то Сочи. Вот в тех краях. Вернусь к июлю. Но там мы снимем, ну вот прям, ну не спойлер. А так. Снимем одну из самых красивых дорог, которую я давно хочу снять. Вот просто невероятная. Лучшая дорога в России. Одна из самых красивых дорог в мире, в принципе. Ну а так, если Кисловодск. В Кисловодск, кстати, до сих пор не могу найти жилье. Вот посоветуйте что-нибудь. Потому что до сих пор что-то, какая-то там проблема найти что-то без ковров. Вот. Ну вот, так что да. Так что все. Всем пока. До новых встреч. Ставьте лайк. Подписывайтесь на этот канал, если еще этого не сделали. С вами был Александр Усольцев. С вами был Игорь Негода.